Виктория Третьяк В СНБ также сообщили, что пилот сбитого боевиками украинского военного самолета МиГ-29 жив. И уже находится на базе АТО. Напомним, террористы 7 августа сбили украинский истребитель МиГ-29 Надьенакиева. Пилоту удалось отвезти подбитый самолет от жилых кварталов Горловки и катапультироваться. Он благополучно вернулся в свою воинскую часть. Ему пришлось несколько суток передвигаться по территории, которая временно контролируется террористами и преодолеть расстояние примерно в 40 километров. В Украине удалось остановить военную провокацию на границе. Сегодня ночью под видом гуманитарной миссии Россия пыталась ввести войска в нашу страну. Об этом заявил заместитель главы администрации президента Валерий Чалый. По его словам, в сторону границы двигался огромный конвой, который сопровождался военными и техникой Российской Федерации. По версии Кремля, этот визит якобы был согласован с Красным Крестом. В то же время комитет Красного Креста это отрицает. Движение конвоя было остановлено благодаря личным усилиям главы государства Петра Порошенко. Он собрал оперативный штаб, провел телефонные переговоры с мировыми лидерами. По словам Валерия Чалого, сейчас опасность провокации устранена, однако оперативный штаб продолжает работать. Заместитель главы администрации президента также утверждает, что на сегодняшний день Украина не рассматривает возможность привлечения миротворческих контингентов ООН для доэскалации конфликта на востоке страны. МИД Украины призвал Москву воздержаться от любых попыток передачи гуманитарных грузов на Тонбасс, поскольку это может обострить ситуацию на востоке Украины на фоне неоднократных поставок российской стороной оружия, техники и наемников. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Украины. Кремлю напомнили, что в Украине эффективно работает межведомственный координационный штаб с участием представителей правительства ООН и Красного Креста, и что согласно международному праву гуманитарные грузы направляются после соответствующего сообщения от Украины и согласования перечня предметов помощи. При этом доставка осуществляется только по каналам ООН или Красного Креста. Напомню, такую позицию Украина разделяет международное сообщество, в частности, Совет безопасности объединенных наций. В Канадопе Сумской области рано утром вблизи авиазавода прозвучали четыре взрыва, вследствие чего в соседних домах вылетели стекла. Об этом сообщают при службе Сумской областной милиции. В результате инцидента пострадавших нет. Объекты самого завода не повреждены, и он продолжает работать в штатном режиме. В настоящее время территория предприятия отцеплена. Похищенные из Луганска семероукраинских детей-инвалидов находятся в больнице города Донецка Ростовской области. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская. Состояние очень тяжелое детей и вызвано тем, что их перевозили без надлежащих условий и пожаре в течение нескольких часов. Сейчас в клинике находится представитель президента России по Ростовской области по делам детей, представитель МИД России, два представителя Генконсульства Украины в Ростовской области. Представители боевиков, орудующих на Донбассе, выставили пост на территории больницы и препятствуют украинской стороне вернуть детей на родину. Тем временем МИД Украины напомнил, незаконное перемещение детей через границу считается международным похищением. Оно несет за собой правовые последствия для всех сторон, при содействии которых совершается это преступление. В результате прямого попадания снаряда в Кировском районе Донецка погиб мирный житель, сообщает официальный сайт Горсовета. Кроме того, снарядом поврежден ЖД-переезд в районе поселка Горняк. Из-за этого остановилось движение транспорта. Также был обстрелян блокпост на въезде в Донецк со стороны Мариупольской трассы. Произошло возгорание. На месте сейчас работают наряды и госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Кроме того, есть информация, что в данном районе есть неразорвавшиеся снаряды. Напомню, утро в Донецке прошло напряженно. С разницей в один час произошло два артобстрела в Петровском районе. В результате обесточены 16 трансформаторных подстанций. По данным СНБО, боевики целенаправленно обстреливают жилые кварталы и разрушают инфраструктуру. Таким образом, дискредитируя украинских силовиков. В Луганске ситуация не изменилась. Остается критическая. Больше недели в городе нет света, воды, не работает мобильная и стационарная связь, сообщают при службе Горсовета. Кроме того, повреждены или разрушены 40 образовательных учреждений и 7 больниц. Остро стоит вопрос нехватки медикаментов, поскольку работают всего несколько аптек. Закрыты магазины, запасы продуктов и топливо исчерпаны, новых поставок нет. Кроме того, не работают банки, не выплачиваются пенсии, зарплаты и социальные выплаты. Большая часть предприятий прекратили свою работу из-за вооруженных противостояний. Семь семей украинских военнослужащих, погибших в ходе АТО, получили квартиры в Костополе Ровенской области, сообщает пресс-служба кабинета министров. Еще 26 квартир получили семьи военнослужащих-очередников Ровенского гарнизона. Эти квадратные метры для них реобрели за средства Минобороны у частного застройщика. При этом квартиры уже с ремонтом и центральным отоплением. Это уже четвертый дом, в котором военные получили квартиры в рамках программы обеспечения жильем очередников. Ранее ордера получили военные в Николаевской, Львовской и Черкасской областях. ООН готова предоставить Украине гуманитарную поддержку. Если гуманитарная ситуация ухудшится или усилий Киева по оказанию помощи Донбассу будет недостаточно. Об этом заявил генсек ООН Пангимон. При этом на данном этапе правительство Украины вместе с международными партнерами справляется с ситуацией, отметил он. Генеральный секретарь объединенных наций призвал все стороны конфликта удвоить усилия ради мирного урегулирования ситуации на востоке Украины. Это необходимо для спасения жизни людей и во избежание гуманитарного кризиса. Ранее мониторинговая миссия ООН опубликовала доклад о грубых нарушениях прав человека террористами, которые орудуют на Донбассе. А Киев начал процесс подачи иска в Международный суд ООН в отношении финансирования России терроризма на востоке Украины. Причин для так называемой гуманитарной интервенции со стороны России на Донбасс нет. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Филипп Хэммонд. Дипломат предостерег. Последствия возможной интервенции в Украину станут провокативными и разрушительными для отношений Москвы и ЕС. Лондон вместе со своими партнерами по Большой Семерке неоднократно призвал Москву остановить поток вооружения и боевиков через украинскую границу. Три человека пострадали в результате столкновений между митингующими и участниками субботника на Майдане независимости, так как один из жителей палаточного городка бросил коктейль Молотова. Об этом сообщили в пресс-службе киевской милиции. Также митингующие снова подожгли автомобильные покрышки. В результате чего возле Дома профсоюзов возник пожар. Сотрудникам ГОСЧС уже удалось погасить пламя. Также во время уборки баррикад нашли самодельное взрывное устройство и 60 бутылок с котелями Молотова. Напомню, сегодня утром несколько сотен добровольцев вместе с работниками коммунальных служб вышли на субботник, чтобы навести порядок в центре столицы. В субботнике принимал участие и киевский городской глава Виталий Кличко вместе с депутатами Киевсовета. По его словам, жители палаточного городка согласились очистить проезжую часть для движения транспорта и вручили ему проект меморандума между ними и городской властью, который Кличко пообещал изучить. Выступая со стены Майдана, Кличко призвал не дестабилизировать ситуацию столицы и возвращаться к мирной жизни. Для киевских экстремалов в столице открылся новый современный скейт-парк. Рампы, разгонки, перила, фан-боксы, пирамиды, ступеньки и другие фигуры для выполнения трюков. Все это теперь можно найти в гидропарке. Скейт-парк появился тут благодаря крымскому предпринимателю Михаилу Джамалю, вынужденному переселенцу с оккупированной территории. Он рассказывает, парк стал социальным проектом. Это не только площадка для экстремального спорта, но и рабочие места для вынужденных переселенцев из Крыма. Все сотрудники переехали с временно оккупированного полуострова. То есть я кинул клич через Ясплу. То есть ребята, требуется администратор. Разнабрал персонал быстро. По сегодняшним отзывам, ребят, которые катаются, получился, ну на самом деле, ну, в моем... Я, если честно, не рассчитывал на там хорошие, лучшие, замечательные. Как бы я рассчитывал сделать просто хорошо. Я катаюсь уже давно, лет 10. Ну, в последнее время стали появляться всякие специализированные площадки. Раньше их было меньше. Ну, то есть раньше их вообще практически не было. А сейчас вот здесь открылось ребятам. Спасибо, сделали хорошую площадочку. И далее информация о мировых и украинских индексах, а также ценах на энергоносители. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова